День рождения Подводим итоги, да, какой путь мы прошли к этой дате. Вот чем спортшкола Одинцова особенно гордится? Наверное, своими результатами, своими воспитанниками, тем, что школа пользуется огромной популярностью в городе, в области и в Российской Федерации. Спортсменов спортивной школы знают, по сути дела, везде, в республиках Прибалтики бывшей, в странах Скандинавии, ну и, конечно, в Российской Федерации. Вот, например, хоккеисты наши, я так понимаю, что больших результатов, ну, скажем так, прогресса большого добились в первенстве Московской области. Ну, по итогам, если взять прошлого года, то у нас традиционно на протяжении ряда лет сильные коллективы, это 2003 года рождения, тренера Дмитрий Николаевич Коломеец. Сегодня из этого состава сформирована юниорская команда, привлечены к работе тренера, которые имеют свой огромный игровой опыт. Это Иван Петрович Новосельцев, игрок НХЛ, человек прекрасно понимающий и стратегию, и тактику игры, что для ребят именно вот этого возраста очень важно авторитет, знание, видение и умение руководить игрой. Очень здорово, и эти ребята на протяжении практически каждого сезона демонстрировали очень хорошие результаты и становились призерами первенства Московской области. На сегодняшний день наша юниорская команда составляет конкуренцию ведущим хоккейным клубом Московской области. На прошлой неделе прошла игра с командой Кристалл Электросталь, и наши ребята сумели одержать победу. Для нас это очень приятно. Даже команде ЦСКА мы проигрываем не с двухзначным счетом, как это некоторые ожидали, а с 600-3-1. То есть мы считаем, что достойный счет для нашей команды. А как вы думаете, благодаря чему такого роста удалось добиться? Это тренерская заслуга или общая? Я хочу сказать, что здесь заслуга всех. В первую очередь, общеобразовательные школы под руководством Валентины Викторовны Холиной, родителей. И, безусловно, спортивная школа в лице тренерского корпуса. И тренера на сегодняшний день должны владеть современными технологиями и творчески подходить к своему тренировочному процессу. Тогда возможен результат. И обязательно между вот этими ограничителями делать ускорение. Либо вы не сможете просидеть круг. Сыграл 256 игр в НХЛ. В 2003 году вышел на лед в составе сборной России на чемпионате мира. Сейчас полученные знания и опыт Иван Новосельцев передает новому поколению хоккеистов в спортшколе Одинцова. Уверен, главное для спортсмена – характер и дисциплина. Чтобы чего-то добиться, в первую очередь, это должна быть дисциплина во всем. Не только на льду, но и в быту, в школе, везде. И, конечно же, характер. Без этого никак. Впрочем, характер можно выработать, дисциплину привить. Этим и занимаются тренеры отделения хоккея спортшколы Одинцова. Сегодня на льду спортсмены 2005 и 2006 годов рождения. После выходного по плану нагрузочная тренировка. Отточить технику катания и владение шайбой, игра и пробежка. За час Одинцовские хоккеисты успевают все. К слову, на лед они уже выходят в тонусе после занятия по общей физической подготовке. Итак, шесть дней в неделю. У нас ребята занимаются хоккеем в 13 возрастных группах. Самые старшие – это 2003 год рождения. Самые младшие – 2015 год рождения. Общее количество детей на хоккее – это 450 человек. Занятия начинаем мы в 7 утра, заканчиваем в 20.30. И так ежедневно. Еженедельно команда Одинцовской спортшколы «Армада» участвует в 15 календарных играх. На этой неделе хоккеистам 2006 года рождения предстоит скрестить клюшки дважды. У нас команда сыгранная хорошо. То есть каждый поможет, каждый поддержит. Ну и играем мы тоже сплоченно. Сыгранность команды – заслуга тренера Алексея Погонина. Секрет прост – нужно найти подход к каждому спортсмену. А вот это уже совсем непросто. У кого-то надо похвалить, кого-то наоборот поругать. Потому что они все разные, правильно вы сказали. Но и где-то запрещаем, чтобы до игры, если мы едем на выезд в автобусе, чтобы они не пользовались гаджетами, телефонами, чтобы мозги у них чуть отдохнули. О яркой игре и громких победах мечтают многие мальчишки. Спорт в школе Одинцова им готовы дать все, что для этого необходимо. Технику, тактику и силу. Остальное в руках самого спортсмена. Ведется набор 2015 года рождения. Также мы дополнительно открыли набор детей 2014 года. Они уже занимаются в два года, поэтому ждем также детей на просмотр приходить. И с начала этого года, в сентябре учебного года, будем набирать детей 2016 года рождения. Профессиональным спортсменом станет не каждый, но тренеры знают, успеха добьется. Лишь тот, для кого хоккей. Это даже не образ жизни. Это не образ жизни, это жизнь. Владимир, вы ждете, поясним, при чем здесь среднеобразовательная школа? Мне кажется, не все телезрители знают. В соответствии с дорожной картой, которая утверждена была главой городского округа Андреем Робертовичем Ивановым, в условиях школы номер 12 открыты так называемые классы спортивной направленности. На сегодняшний день это третий С, четвертый С, пятый С, а одиннадцатый класс, одиннадцатый С. Это как бы то начинание, которое когда-то начинала Лариса Евгеньевна Лазотина. Ребята прошли путь от первого класса до одиннадцатого. Сегодня это выпускники школы. То есть у них тренировки, они интегрированы в учебный процесс. И у нас получается так, что в отдельных возрастах тренировочный процесс мы начинаем в восемь-пятнадцать, а учебный день мы начинаем в десять-тридцать. Бывают дни по расписанию, согласованные, когда учебный процесс заканчивается в тринадцать часов, а в четырнадцать наши дети уже на льду. Ну, мы с вами все про хоккей да про хоккей, но я уверена, что представители других направлений не менее успешно выступают на соревнованиях. Расскажите, пожалуйста. Школа очень большая. На сегодняшний день в школе занимается 1748 спортсменов. Это занятие проводится в 114 тренировочных группах. Средний коэффициент наполняемости группы, вот хороший показатель, мы даже сами удивились, это 15,3 спортсмена. Ну, мы расценим как 15. В среднем. Да, в среднем. Это очень хороший показатель. Также мы хотим отметить, что 141 спортсмен, ну, юный, как бы, в возрасте, там, 5-6 лет, они занимаются в школе на платной основе. Общее количество спортсменов в школе – это 1889. было время, когда по указанию руководства округа школа проводила реформы в области спорта на базе Одинцовского филиала МГИМО, на базе Ледового дворца. У нас были годы, когда до 19 видов спорта. На сегодня в школе направление связано с 10 видами спорта. Но наиболее востребованным является, это, безусловно, хоккей и футбол, где наполняемость… Ну, там мальчишки, правильно, одни? Ну, мальчишки. Девчонками мы не занимаемся, это другие, как бы, направления деятельности. Но девчонки тоже играют в хоккей, чтобы телезрители имели в виду. Да, а девчонки, значит, мы, как бы, их большинство – это на фигурном катании, на бадминтоне, на художественной гимнастике у нас 187 человек. Это только девчонки, мальчишек там нет. Большой популярностью в последнее время пользуются и стрельба, и звука. Как бы, нет надобности представлять спортивный рок-н-ролл. Есть 2-3 группы, мы, как бы, держим. Это настольного тенниса, большой теннис, легкая атлетика. Вот, наверное, все. Но спорт, он неизменно пользуется популярностью у родителей. Каждый родитель, наверное, хочет видеть своего ребенка в спорте. Вот по вашему опыту, зачем чаще всего отдают, чтобы в перспективе вырастить олимпийского чемпиона или для общего развития, может быть, потому что в школе, в детском саду не хватает физической культуры. Вырастить чемпиона – это очень сложно. И не предугадаешь, к сожалению. Да, и длительный путь, который требует усилий как семьи, родителей, так и тренера. Знание тренера, конечно, огромное знание необходимо. И поэтому здесь очень надо определиться. Если на начальном этапе подготовки дети приходят, речь идет об интересе, о получении в какой-то степени удовольствия, то постепенно это уже переходит как бы осознанное занятие именно спортивной подготовки. И есть условия и требования совсем другие. Есть понятие мониторинг, оценка уровня подготовленности, которые должны соответствовать на каждом этапе подготовки. И, соответственно, период на следующие годы обучения, он невозможен для всех. Например, фигуристы сдают зачеты каждое полугодие. Эта программа требует, и федеральный стандарт спортивной подготовки по любому виду спорта требует контроль, мониторинг за деятельностью, за обученностью, так же, как и в общеобразовательной школе. То есть тренер следит, прошел подготовку, на каком уровне, соответствует требованиям. Научили ребенка или не научили, или тренер не сумел передать свои знания, умения к ребенку. Сумел он ему довести до этого? Сумел подготовить ребенка или нет? Здесь позиция должна быть двояка. Не только как бы ребенок, а умение тренера передать навыки, а умение ребенка впитывать это все, принять в себя. Вот, кстати говоря, о родителе в этом процессе. Он скорее помощник или не совсем помощник? Ну, каждый же родитель, да, считает, что он специалист во всем, что касается его ребенка. И родители так или иначе пытаются участвовать в тренерском процессе. Вот этого блага или наоборот, как лебедь, рак и щука, в разные стороны тренер, родитель, тянут ребенка? Здесь понимание должно быть двояко. Если я привожу своего ребенка к тренеру, я должен доверять тренеру. У нас до сих пор в отдельных возрастах хоккей лихорадит. Мы другого слова не находим. Да, есть вина и наших тренеров, и администрации, но и есть полное непонимание родителей, когда диктуют тренеру, вплоть до того, что с помощью различных средств массовой информации, что делать, куда в состав и кого ставить. Это неприемлемые формы работы. Это как бы полномочия тренера. У нас даже есть положение, разработанное официальное, по формированию спортивных команд, где основным моментом является статистика предыдущего сезона. Если она как бы не является положительным моментом, то сложно, чтобы родитель услышал тренера поставить первую пятерку, выпустить на поле. В любом случае это полномочия тренера. Он решает, а родитель должен как бы понимать и слышать тренера, о чем он говорит, над чем, если необходимо работать, и что надо делать. Без этого никак. То есть для каждого родителя, конечно, его ребенок самый лучший, а тренер может объективно оценить на верную способность. Ну, безусловно, как бы, мы же не вам все, как бы, мы это все принимали в 2015 году. Как бы, это годы были очень напряженные в этом плане. И то, что было, мы не комментируем, уже давно прошло, но были же и негативы со стороны родителей, со стороны тренеров, когда очень близкие взаимоотношения были. А результата как такового ведь мы не видим. Мы только в этом году видим, что, если на примере футбола, то у нас команда опять 2003 года под руководством Леонидовича Апалькина победила в своей зоне в первенстве Московской области. Команда пятого года под руководством тренеров Доробескина и Саная стала призером. Это хорошие показатели. Наши хоккеисты в этом году радуют нас, потому что команда четвертого года, ну, не сложно, как бы, полностью осмыслить, как наши тренера сумели ее вытащить, но сегодня команда четвертого года занимает пятую позицию, команда десятого года пятую позицию, шестой и девятый занимают шестые позиции. Мы сегодня уступаем только так называемым хоккейным клубам. Это Подольский, Витязь, Атлант, Мытиси, Авангард, Баласиха. Мы сегодня, как бы, не готовы их побеждать, но мы, как бы, навяжем свою борьбу. Заставляем их понервничать. Да, по крайней мере, мы уже не с двузначными цифрами проигрываем, как это мы наблюдали ранее. Если взять, допустим, такой вид спорта, как фигурное катание, наши дети практически во всех соревнованиях Московской области принимают участие, а те группы, которые наиболее подготовлены, такие как у тренеров Смирновой, Воробьевой, они выступают и на всероссийских соревнованиях. Про бадминтонистов. Изначально школа открывалась Степасаном и Шахраем как бадминтонная школа, мы не комментируем, потому что во всех возрастах, до 13 лет, до 15, до 17 и до 19 лет, у нас есть как победители Перинского Московской области, так и победители Российской Федерации. Вот расскажите, пожалуйста, наверное, о самом главном, о тренерах, которые работают в спортшколе Одинцова. В спортивной школе Одинцова работают 75 штатных тренеров и 15 административных работников. Тренерский состав достаточно очень хорошо подготовленный. Я хочу обратить внимание на то, что даже в декабре и месяце по линии Академии Нимень-Плеханова все тренера по хоккею прошли переподготовку, в том числе и административные работники. Получили, ответили на 61 вопрос, защитили дипломные так называемые работы и получили аттестат государственного образца. Вот вдумайтесь, обучение прошло по линии Академии Плеханова. То есть Академии Госслужбы. Серьезно. Да. Лекции, притом это реально. Анализ их работы, отчетность. Ну, это все предусмотрено было. И нам приятно, что наши тренера выдержали это. Я бы особенно хотел отметить тех тренеров, которые начинали работать практически с первых годов в спортивной школе. Это, конечно, Жанна Ярославовна Камстромшова, Надежда Владимировна Догонин, это когда начинался бадминтон. Пришли продвинутые тренера, Андрей Асмарин пришли, которые обеспечили нам результаты и на международном, и на европейском уровне. Вывели наших детей в победителей чемпионата Европы и первенства. Для нас это очень дорого. На хоккее можно отметить то, что Александр Петрович Скугорев и Иван Петрович Новосельцев, игроки команды, участники чемпионата мира третьего, Александр Петрович третьего, четвертого годов рождения, профессиональные хоккеисты. И что мы в них ценим? Это умение видеть игру, умение ее анализировать, что очень важно и ценно для тех ребят, которые играют на высоком уровне. А мы считаем, что мы уже на высоком уровне играем. И ребята наши становятся вместе с тренерами совсем другие уже люди. И мы гордимся. Надо отдать должное, что у нас в составе юниорской команды 30 человек. Это взрослые, по сути, ребята, которым 17-18 лет. Все тренера молодцы. Как бы трудно выделить. Очень плодотворно работают тренера на стрельбе из лука. Андрей Абрамов и Илья Хидорин. Илья Насурнина в рок-н-ролле. Про фигурное катание мы уже отразили. Тут как бы без комментариев. Все достойно на своем уровне работают. И хочется как бы отметить, конечно, безусловно, те, кто на хоккее давно стоит. Это Алексей Владимирович Погонин, Дмитрий Николаевич Коломеец. В футболе я уже называл фамилию, как Апалькин, Доробельский, Мсаная. Очень хорошо как бы видит задачи и заведующий отделением Виктора Николаевича Смирнов. У нас прекрасные условия. И хочется добавить, что то, что сделано в Ледовом, Одинцовским спортивно-развилищным комплексом, это трудно переоценить, потому что по мнению экспертов, а в школе последнее время только побывали такие специалисты, аналитики, эксперты в области хоккея, как Кузнецов и Герсонский, они оценивают, что Одинцовский ледовый дворец вместе со спортивной школой выглядит лучше, чем большинство спортивных школ города Москвы, связанных с хоккеем. В этом, конечно, огромная заслуга ответственного за ледовый дворец Игоря Викторовича Сервецкого, без которого я сегодня считаю, что существование хоккея и льда в городе невозможно. Поэтому вот такие первоначальные, трудно переоценить значимость каждого тренера, но в то же время хочется отметить, что нашим тренерам есть над чем работать. Владимир Иванович, нас сейчас телезрители посмотрят и захотят наверняка своих детей отдать спорочку у Одинцова. Расскажите, пожалуйста, как присоединиться к семье большой дружной Одинцовских спортсменов? Во-первых, хочется сказать, что мы ждем всех. Я живу в городе более 25 лет и работаю. Практически всех знаем и многих расценим как близких родственников даже. Скола ждет по любым направлениям. Немножко посложнее может быть там, где связано с художественной гимнастикой, фигурным катанием. А на основных видах мы ждем. Официально как бы начинается спортивный сезон с 1 сентября. На футболе где-то мы начнем с 15 июля, на хокке примерно в эти сроки. Но мы ждем. Приходите к нам. У нас действительно очень хорошо и интересно. Но в первую очередь работу начинаем со знакомства с тренером. Показываем своего ребенка, а потом уже определяемся и смотрим, где ребенку комфортнее или где правильно ему начать свои занятия. Спасибо большое, Владимир Иванович, что пришли к нам сегодня в студию. А мы обязательно будем следить дальше за успехами спортшколы Одинцова. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...